В декабре прошлого года представители футбольной общественности поселка Заречья обратились к главе Одинцовского района с просьбой внести коррективы в план реконструкции спортивного стадиона при Зареченской школе. Футболисты очень просили изменить размеры поля, чтобы оно соответствовало стандартам, и играть на нем имели возможность не только ученики школы, но и профессиональные футболисты. Андрей Иванов отреагировал на обращения жителей вместе с ними и архитекторами, обсудил варианты внесения изменений в проект реконструкции. Когда приступили к работам, появились пожелания от жителей, которые пользовались этой футбольной площадкой, и довольно активно было на первом этапе сопротивление от нашей любительской футбольной команды, которая оказалась здесь уже 40 лет играет в любительский футбол. И площадка в нашем представлении, подходящая для детей, не подходила для футбола, для профессионального футбола. Пришлось внести коррективы в проект, несколько приостановить работы, пока проект прошел повторную экспертизу, и в этом году мы стадион доделали. Длина поля была увеличена с 75 до 90 метров. Новые размеры всех устроили, и жители с нетерпением ждали открытия стадиона. Ну, конечно, ждали. Вот раньше он был там замотан пакетами черными, было вообще непонятно, что там будет. А теперь, когда такое поле построили, конечно, будем ходить. Что пробежка, например, делать или в футбол играть? А что еще будешь тут делать? Гулять просто. Ждал я долго. Я сюда буду в футбол играть. Я его ждала, я рада, что его сделали. Это так необычно. Я думала, что его сделают немного по-другому. Оказалось, что его сделали намного лучше, чем я думала. Церемония открытия началась с парада, приуроченного к Международному дню защиты детей. В праздничной процессии приняли участие юно-армейцы, юные футболисты, воспитанники детского сада номер 8 «Маленькие Эйнштейны», ученики школы фигурного катания Ирины Слуцкой, а также других образовательных и спортивных учреждений «Заречье». Добрые пожелания на праздники прозвучали от пятикратной олимпийской чемпионки Ларисы Лазутиной и от российской фигуристки, чемпионки мира и Европы Ирины Слуцкой. Возможность заниматься на таких качественных полях и вообще, когда есть условия, это огромное счастье. Вспоминая свою карьеру, мы преодолевали очень много преград для того, чтобы просто комфортно, уютно заниматься. У вас есть все возможности. Я вам хочу пожелать достигать тех результатов, тех целей, которые вы поставили перед собой, их обязательно достичь, обязательно идти вперед, никогда не сдаваться, не опускать руки. Кроме огромного футбольного поля, здесь уложена беговая дорожка со специальным покрытием из резиновой крошки. С торцевых сторон поля появились воркаут-площадки и детские турники, а вдоль стадиона организована парковка. Сотни танцующих, прыгающих, бегающих и играющих в спортивные игры детей подвергли новый стадион первому испытанию. И он его выдержал. Покрытие осталось на месте, тренажеры оказались прочными и места всем хватило. Ура!